Были ли в вашей школе гении, не по годам талантливые или очень умные дети? Где они сейчас и чем занимаются? Я училась в средних классах с невероятно умным мальчиком. Супер умный, очень привлекательный. Он был приемным ребенком самой богатой семьи в городе. Умер от опухоли головного мозга, когда ему было 13 лет. Это было около 40 лет назад, и я до сих пор думаю, как бы могла сложиться его жизнь. Гений моей школы был очень неловким и совсем необщительным, но все же довольно приятным парнем. Отличные оценки по поведению и предметам. Я понятия не имею, в каком вузе он учился. Он владеет собственной компанией по дизайну освещения вместе со своей женой, которая является декоратором интерьера. Они недавно купили третий дом. Я знал одного парня с аутизмом. Он мог запомнить практически все за несколько секунд, но с ним невозможно было общаться, если только вы не были близкими ему людьми. Не знаю, как у него сейчас дела, но из того, что я слышал, ему все еще нужна полная поддержка от родителей. Я работал с парнем, у которого был аутизм. Если вы скажете ему дату вашего рождения, он сразу скажет вам, в какой день недели вы родились. Он также скажет многим людям, каков их почтовый индекс, как только они назовут город, в котором живут. Это было невероятно. Парень тоже был очень необщительный. Он подходил к столу в комнате отдыха и просто стоял рядом с людьми. Мы работали в сфере продаж, и я всегда старался держаться подальше от него, потому что он очень громко разговаривал по телефону. Он вообще ничего не понимал в продажах. Однажды я сидел рядом с ним, потому что все остальные места были заняты, и услышал, как он очень громко говорит. Хорошо, мэм, если вы не перестанете задавать вопросы, звонок закончится через пять минут. Я упал со стула от смеха. Парень был математическим гением, но нам пришлось его уволить, потому что он не мог разговаривать с людьми по телефону и делать продажи. Я думаю, он должен был рассказать всем, что он аутист, потому что окружающие понятия не имели. В моей школе было очень много умных детей. За исключением некоторых учеников, мы все поступили в вузы, которые входят в тридцатку лучших по стране. Но реального гения я повстречал, когда поступил в университет. Этот парень на год старше меня имел мегамозг. Он всегда и во всем был на сто очков впереди любого студента. Он окончил наш вуз, потом поступил в Массачусетский технологический институт и получил докторскую степень. А теперь он главный инженер в Интел. Один из моих друзей знал его лично. Он сказал, что он чертовски странный. Но быть странным нормально для ботанов. Мой друг Йен был самым умным ребенком в школе. Он учился на два класса старше меня, получил отличные итоговые оценки и фактически написал пьесу для школьного драм-кружка. Мы вместе с нашим художественным руководителем внесли в текст некоторые правки, чтобы было легче запоминать слова. Расширили круг персонажей, чтобы задействовать больше людей. И у нас получилась отличная пьеса. Тот парень в шутку подал документы в Ельский университет и его реально приняли. В итоге он поступил в Мичиганский техникум. Все мои одноклассники думали, что это я. Но нет, у нас в классе не было гения. В моей школе был один чертов гений, который преуспел во всех предметах и поступил в один из лучших медицинских университетов в моей стране. Все в моей школе думали, что он станет успешным хирургом или каким-то другим врачом. Ну, он окончил университет, но так и не смог стать настоящим врачом. Видимо, во время учебы в университете он узнал, что ему очень-очень-очень нравится и, главное, хорошо получается боксировать. В настоящее время, примерно через пять лет после окончания университета, он является профессиональным боксером и выиграл несколько чемпионатов. У чувака один из лучших умов, которые я когда-либо видел, но, видимо, ничто не делает его счастливее, чем бокс. Наш школьный умник получил высший балл по математике, когда заканчивал средние классы. Он был самоуверенным ублюдком, но никто не отрицал, что парень был гением. Любил учиться, любил быть умным. При окончании школы он получил отличные оценки по большинству предметов. Его приняли в Массачусетский технологический институт на физический факультет. Однажды ночью он перебрал во время учебы в аспирантуре вместе со своими друзьями, забрался на здание кампуса и случайно упал. Это действительно иронично. Самый умный человек, которого я когда-либо встречал, умер самым глупым способом, о котором я когда-либо слышал. Я все еще дружу с самым умным парнем в моей школе. Его вступительный балл в университет был самым высоким, который когда-либо был в моей школе за всю историю ее существования. Он женат на замечательной женщине и имеет пару потрясающих детей. Он вице-президент в крупной химической компании. И он все еще отличный друг и очень хороший человек. Его взяли на работу, когда он учился еще в школе. Одна из лучших компаний, которая занимается разработкой видеоигр в нашей стране. Его начальная зарплата была больше, чем у моих родителей, которые работали на одной и той же работе в течение 10 лет. Он тратил всю зарплату на видеоигры и был уволен примерно через 3 месяца за то, что был ленивым. Изменено. Он решил взять перерыв в учебе на год, в основном сидел дома, играя в видеоигры. Он познакомился со своей нынешней девушкой, играя в контру, так что в этом был и какой-то плюс тоже. Этот парень не был гением, он просто знал понемногу, но обо всем. Он получил полную стипендию в Массачусетском технологическом институте. В первом же семестре он обнаружил, что ему очень нравится разгульная жизнь. Закончилось тем, что он бросил учебу после первого года и имел довольно хреновую жизнь последующие 10 лет. Что-то, я не знаю что, заставило его переосмыслить свою жизнь и он снова взялся за ум. В настоящее время он является исполнительным директором одной из крупнейших мировых строительных фирм. Он умер от рака мозга. Самый одаренный человек, которого я знал. Нашему гению была прямая дорога в ель. Мы все думали, что он станет всемирно известным ученым и изобретет лекарство от рака или что-то еще. Но вместо этого он стал венчурным инвестором. Он работает в престижной венчурной компании, имеющей тесные связи с Марком Цукербергом. О, вспомнил еще одну. Супер одаренная девочка, которая перепрыгнула сразу три класса. Мы были на самом деле довольно хорошими друзьями, и она была явно гением, но также была довольно странной. Теперь она художник и начинающий модельер, что тоже очень круто. Я знал о таких. Она была одной из моих лучших подруг. Она прошла через стадию наркозависимости, алкоголизма, вышла замуж за стриптизера и теперь работает страховщиком. С другой стороны, парень, который почти провалил каждый математический класс и был исключен из колледжа, теперь делает почти 100 тысяч в год, занимаясь веб-разработкой. Жизнь непредсказуемая штука. Я ходил в маленькую школу, рассчитанную всего на 70 детей. Мой одноклассник был гением. Сейчас он принимает участие в строительстве большого адронного коллайдера в Европе. Он был действительно хорошим парнем. Как ни странно, он дружил с парнем по имени Эрик, который был футболистом и хулиганом, и с ним никто не хотел связываться. Однажды я услышал, как учитель в шутку сказал, «Это страшно, что они болтаются вместе, потому что он достаточно умен, чтобы построить что-нибудь опасное, а Эрик достаточно сумасшедший, чтобы использовать это». Школьный гений был абсолютным любимчиком у всех и до сих пор остается им. Он отправился в Оксфорд изучать право. Мы австралийцы, так что это большое достижение. Потом он вернулся, стал корпоративным адвокатом и зарабатывает огромные суммы. Он встретил свою нынешнюю жену на корпоративном мероприятии, и в возрасте 36 лет они имеют двух красивых маленьких дочек. Его родители были очень богаты, но он все равно рвал свою задницу, чтобы достичь того, что он имеет сейчас. Он один из тех успешных парней, который, к счастью, ничего не принимает как должное, и знает, как ему повезло, но также может высоко держать голову, потому что он упорно работал, чтобы получить все, что у него есть. Со мной учились пара гениев. Один получил отказ от Мичиганского технологического университета, предположительно, потому что у них было слишком много азиатов на тот момент. Я видел интервью с ним, где он говорит о строительстве одного из марсоходов. Он все еще комично неловок. Другой поступил в Гарвард на полную академическую стипендию. И еще до 30 лет стал вице-президентом крупной компании. В старших классах я знал одного гения. Он был младше своих одноклассников на два года, но изучал с ними школьную программу наравне. Он был самым лучшим музыкантом в симфоническом оркестре. Привлекал внимание всех девушек и преуспел во всех предметах, включая математику и физику. Этот ребенок был интровертом и довольно скромным, но проявлял признаки психических заболеваний, таких как шизофрения. Я видел его в прошлом году в школе, когда он просто стоял, качая головой и рукой. А потом вернулся к нормальному состоянию, как будто ничего не произошло. У меня в классе был школьный гений. У нее всегда были лучшие оценки во всей школе. Она могла бы пойти в медицинский колледж, если бы захотела. Но поступила на юриста, потому что ее родители были юристами. В настоящее время она работает продавцом в Праймарк, магазин одежды в Европе. Я слышал, что у нее был серьезный кризис в университете, потому что ее оценки не были лучшими в группе, и она не знала, как справиться с этим. История про сына маминой подруги. Когда я учился в школе, моя мама рассказывала мне истории о том, как он хорошо учится и какой он одаренный. Вероятно, он собирается стать врачом, адвокатом и заработать много денег. Возможно, это был способ сравнить меня с другими детьми, чтобы мотивировать меня на учебу. То, как сильно они его хвалили, давало мне основания полагать, что он станет как минимум президентом. Перенесемся на много лет вперед. Этот парень решил бросить школу и стал татуировщиком. У него тоже забиты рукава на обеих руках. Слышал, что его родители были разочарованы тем, что он выбрал такой путь. Но, по крайней мере, он делает то, что он любит прямо сейчас. И не будет вынужден быть тем, кем хотят его видеть родители. Я тусовался в компании гениев. Мы все вместе играли в Dungeons & Dragons. Это были хорошие времена. Это были очень умные дети, и все они были из хороших семей. Один из них теперь пилот коммерческой авиакомпании. Двое работают в НАСА. Один летал на истребителях в ВВС. Один получил полную стипендию в Мичиганском техническом университете и работает инженером в крупной компании. Один из них успешный графический дизайнер, живущий комфортной жизнью со своей прекрасной женой и пятью детьми. Жена слишком много пастит на Фейсбук, но она хороший человек. Один из них юрист по вопросам социальной справедливости или что-то в этом роде, и при том успешный. Нашим школьным гением была одна властная зазнайка. Ее никто не любил, поэтому ее часто задирали одноклассники. Можно сказать, она была худшей версией Лизы Симпсон. Я тоже был умен, но в меру. Я был умнее всех в классе, но недостаточно, чтобы вызывать всеобщую ненависть. Мои отношения с этой девушкой были похожи на американские горки. То мы друзья, то враги и так по кругу. Хотя на самом деле это была моя вина. Я был еще тем придурком в школе. Ее мать была просто помешана на ее учебе и в неклассных факультативах. Причем до такой степени, что об этом шепталась вся школа. У этой девушки были многочисленные нервные срывы на почве учебы. Я даже не знаю, что с ней стало после школы и жива ли она вообще. В любом случае, ей было суждено стать либо гением, либо посредственностью. С таким давлением ребенку справиться очень нелегко, поэтому многие не выдерживают. У парня в нашей средней школе был IQ, как у Эйнштейна. Я учился в школе, куда ходил сам Исаак Ньютон. И он был полным говнюком и зазнайкой. В одном интервью он сказал, «Все одноклассники зовут меня гением». Полная чушь. Из-за этого к нему на несколько лет прилипло прозвище «Хрений». Да, дети жестоки. Но, насколько я знаю, он сторчался и занимается графическим дизайном. Девушка, которую я знал, была круглой отличницей и очень много училась. После окончания школы у нее были тяжелые времена. Она не могла позволить себе оплатить учебу в колледже, и поэтому пошла работать стриптизершей. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.